Руки вот, пальчик, только очень носа. Валентину Ларину сделали сложнейшую операцию. Ему удалили опухоль головного мозга. С 15 лет его беспокоили сильные боли в области головы, постоянные обмороки, с годами ухудшали зрение и слух. Поставить точный диагноз врачи никак не могли. И лишь недавно у 25-летнего молодого человека, сделав снимок МРТ, невропатологи обнаружили опухоль. Постоянные звуки в ушах, то писк. Сейчас все полегче, в ушах почти звука нету, вот, писка нету, все нормально. Полегче, легкое не менее в части лица, головные боли почти ушли, вот. Ну и легкая шаткость походки. Все круги ада вместе с Валентином прошли его родные. Теперь все это позади, впереди реабилитация. Вот мы эту операцию очень давно ждали, вот. Было так волнительно, потому что с 12-го года мы жили тем, что эта операция, она невыполнима. Нас здесь успокоили, в общем, сказали, медицина шагнула вперед, все. Сказали проценты положительных результатов этой операции, мы прооперировались. Операцию Валентину Ларину сделали в столичном центре нейрохирургии. Такие сложные хирургические вмешательства в Казахстане отечественные специалисты начали делать лишь с начала этого года с внедрением в стране обязательного социального медицинского страхования. Бесплатно и так же качественно, как за рубежом. С января 2020 года вышел приказ Министерства здравоохранения, согласно которому все, кто поступает к нам в центр нейрохирургии, будут получать помощь в рамках ОСМС. И с Нового года мы можем делать операции такой сложности, которые раньше проводили лишь в зарубежных странах. Таким вот образом отечественная нейрохирургия сделала большой прорыв. Серьезный прогресс и в Шемкенте. С Нового года в мегаполисе в полтора раза увеличили финансирование на оказание медпомощи, как в пакете гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, так и в системе ОСМС. Сумма договора на так называемые высокотехнологичные медицинские услуги увеличилась в 4 раза. Объем средств, выделенных на оказание консультативно-диагностических услуг на 2020 год увеличился в 7 раз. Стационарозамещающая помощь увеличилась в 2,4 раза. По всем видам помощи мы видим увеличение финансирования, а значит увеличение доступности населения к услугам. Увеличение объема финансирования за счет ОСМС позволило открыть новые реабилитационные центры. Если раньше восстановлением пациентов после инсультов и инфарктов занимались 8 специализированных центров, то теперь их только в Шемкенте больше 30. Многие могут принимать до 20 пациентов в день. Соответственно, нет теперь и очередей. Это минимум 2-3 дня. То есть пациент сдает анализы, на второй-третий день он уже попадает в наш реабилитационный центр. В кабинете реабилитолога у нас собирается мультидисциплинарная бригада. Это в составе входит травматолог, ортопед, невропатолог, обязательно логопед, психолог и сам невропатолог-реабилитолог. После того, как мы осматриваем пациента с учетом его заболевания, с учетом всяких его показателей, мы разрабатываем программу. Боребек Ущеров уже 5 лет проходит реабилитацию. Все бесплатно, говорит мужчина. Но вот условия в медучреждениях не везде одинаковые. В этом году по системе ОСМС он смог выбрать тот центр, который отвечает всем мировым стандартам. И где действительно могут поставить на ноги после перенесенной травмы. За эти 5 лет я такого лечения или такого, значит, за 5 лет еще не получал, как здесь. Медстрахование – это, в общем-то, веление времени, потому что идет прогресс общества, поэтому, возможно, это и нужно. Медикаментозное. Оно движется вперед. Вот 5 лет назад были другие лекарства, сейчас мне дают другие уже. С внедрением ОСМС, рассказывают специалисты, увеличилось и качество оказания медуслуг. Среда стала конкурентоспособной, а пациенты вправе сами выбрать медучреждение. Если же после лечения у них есть нарекания, то клиника получит штрафные санкции, а это минусы из общего объема финансирования. Словом, фонд ОСМС оплачивает лечение граждан лишь после того, как пациент получит весь объем медуслуг. Если больного направили, он получил услугу, мы это все видим в единой платежной системе, то только после этого в счет реестра попадают услуги, мы можем оплатить за эти оказанные услуги. Раньше все диагностические услуги сидели в подушевом нормативе, и получил пациент эту услугу или нет в полном объеме, мы не видели. И мы оплачивали сумму за прикрепленную жителя, единую утвержденную. Теперь по факту. В Этруасской области специалисты за счет ОСМС намерены снизить показатели онкологических заболеваний. Новая система медстрахования, уверены врачи, повысит качество медицинского обслуживания. А самое главное, изменит самосознание граждан. Своевременное выявление онкологии – половина успеха в лечении. У молодого населения в возрасте от 25 до 30 лет появляется злокачественное новое образование. Встречаются опухоли у 18-летних девушек. Мы считаем, что это происходит в основном от несерьезного отношения людей к своему здоровью. Вот уже и в Жанаузене благодаря ОСМС начало года впервые начали проводить операции на сердце. За полтора месяца спасли 55 пациентов. Раньше жителей города с патологией сердца на операции направляли в столицу и Алматы. Лаура Байбаченова, Тамара Степанова, Катерина Попкова, ЖТКОН.